у вас тут молодежная это клуб ты отойди ветеранчик а ты можешь что за молодежку играть а ты тоже может обалдеть слушайте у меня как раз программа про будет про кто-то как молодые в кхл держится как держится ну ты-то понятно опытный уже а вы такая ты вот ошибку допустил красиво начали нормально подержали кекс ничего не сказать но потом скале просмотров а ты как там в китае то есть пуховик подешевле нет но будешь привозить в это не подошли заказать обязательно привет пока чемпионат разгоняется и команды прыгают по турнирной таблице мы поговорим о тех кто является примером для хоккеистов молодежки парни выступающие в кхл их много и мы им завидуем история даниила орлова это какая-то сказка в прошлом сезоне он выступал в южно-сахалинске а теперь основной защитник спартака как это дебют орлова в кхл мог состояться и раньше но во время предсезонной подготовки он получил травму пришлось пропустить половину сентября и начинать с самого низа даниил провел несколько матчей в мхл затем перебрался в химик из воскресенска и уже в октябре дебютировал в кхл у многих бы улетела крыша голова не кружится что так все быстро не абсолютно не кружится наоборот очень очень ценю это безумно и вряд ли буду разбазаривать я просто ну не так воспитан спасибо родителям наверно просто не смогу так себя вести я всегда ну с ребятами которых там знаком с трех лет там с которыми в хоккей вместе начинали вот мы как город не приеду всегда вместе встречаемся неважно играет человек сейчас где-то или блин не знаю сама в школе училась всегда вместе гуляем вряд ли не получится так зазнаться к счастью защитник прекрасно понимает что пока он только начинает большой путь я знаком с даниилой давно и вижу что он пока никак не меняется но трудно ли выступает на взрослом уровне со взрослыми и так как будто сложно казалось мне ты не знаю всю жизнь как-то всегда за старшие года в балашихе 2001 год играл в кристалле иногда за 2002 год играл всегда со взрослыми дружил в школе с ребятами которыми на 4 года старший футбол играл папа всегда брал на футбол играть с мужиками как-то ну всегда со старшими варился поэтому может быть из-за этого проще было и и сейчас то же самое понял ну 1 1 там может быть неделю вообще конечно тяжело это было таких скоростей еще не видел только вот когда в ноябре вызывали там сборную на швецию турниру там ребятка бежали такие же скорости а сейчас за неделю когда летом только пришел привык и понял что ну я могу это брать могу это забирать почему нет да и советом молодым ребятам которые сейчас в мхл как адаптироваться в команде кхл с точки зрения можно же не игры а поведение как себя вести в раздевалке до раскрепоститься ничего не бояться тут ребята сколько ребята я не знаю молодых который играет в кхл все рассказывают но не бывает такой команды где молодых будет где-то душить такого никогда не бывает все ребята ну там мы же когда вырастаем и все равно взрослые дети поэтому гон не крепнуть просто себя пеплом не посыпать когда ошибаешься потому что я через это тоже проходил особенно по мхл когда только сюда попал понял что я буду за каждую ошибку переживать и просто сам себя съем поэтому не меньше переживать меньше думать кайфовать от процесса я видел как игроков ломали деньги футболе это гораздо чаще конечно но в хоккее бывало когда люди не справлялись тем что их доходы увеличивались разы даниил пока держится денег больше стало чем сахалине больше больше я купил ничего купил когда подписали только я еще ничего не получил на это вот когда только спартак попал машину купил машину какой контракт у орлова на четыре года и я надеюсь что все это время он будет играть в спартаке но кое-кому гораздо сложнее александр перевалов не просто перешел в клуб кхл но и стал легионером как он справляется с этим александр перевалов удивлялся результативностью в кхл но на взрослом уровне так толком и не сыграл редкие подключения состав локомотива нельзя было рассматривать всерьез но нынешним летом его неожиданно отдали в аренду да не куда-нибудь а в кун лунь где по-русски говорит лишь дмитрий костенко а все остальные хоккеисты из разных частей света в основном из америке перевалов не расклеился и даже стал забивать что он посоветует хоккеиста я думаю изначально в школу ходить и в их английский изучать а потом уже когда есть возможность стоять за границу и там уже как практиковать и больше думают это одно из самых важных чтобы перейти вот так тоже так иностранной команды я нету никакого барьера с ними ну скажем так я разговариваю до общаюсь но когда там куда слова не знаю прошу заменить его или беру изучаю и поэтому получается так что его и как бы и нет барьера с английским решили а что с хоккеем дело в том что китайский клуб даже играет иначе чем все российские команды это скорее клуб ахл чем кхл европейский стиль тут не практикуют александр всю жизнь провел российском клубе тяжело ли тебе с физической точки зрения психологической не в этом плане нет у нас в локомотиве дима пирожков работает и вот я с ним занимался и до сих пор с ним контакт держу поэтому в этом плане я думаю нету проблем потому что вот он очень хорош тренер мне повезло с ним мне прям нравилось ним работать его час получается так что я вот не имеет возможности мы с вами дистанционно как-то контактировать ты стал много играть в кхл ну на льду много времени проводить какие сложности появились хороший вопрос голов забивание нужно больше забивать чтобы играть и оборону потяга потому что здесь как более быстрее идут как бы голову уже надо понимать она грубо говоря там на секунду там на долю секунды быстрее основная проблема перевалова стабильность даже в том знаменитом матче с цска когда александр сделал дубль тренер кумну не признался что хотел посадить игрока в запас так как он половину матча выглядел не лучшим образом я так понял что мне объяснили если бы играл бы плохо да изначально вот это была проблема а когда есть плеск строить просто их нужно как скажем так поддерживать и отпускать этот опыт который мне позволит эту стабильность и и больше не придержать как тебе легионера которых ты наверняка многих не слышал это наверно от всех ну я честно удивлен очень классно вот особенно и роде роды был они очень классно ралли я не ожидал такого естественно а что не ожидал ну в 37 лет побед рекорд ягра вы знаете это не каждый год случаясь жаль александр тратит время зря например не пользуется уникальной возможностью улучшить свои бойцовские навыки так с хантом общаешься да научил попросишь научить себе приемом то нет и в районе просил почему да как-то не знаю у нас есть другой парень который нас обучают этому в детстве ходил на кикбоксинг не пришлось там немного изучал поэтому меня наверняка да здесь люди сильнее тут это само собой но какой-то какой-то опыт какую-то технику я его 9 но самое главное перевалов держится в другом еще есть проблема молодых когда взрослые тем более североамериканцы в россии тебя зовут на какие-то вечеринки посещать рестораны да ну в этом как бы я как бы к этому спокойно отношусь я не могу сказать что профессионал там до ушей но как бы могу съесть фасфуд не скрою но когда вот такие моменты то я нет я возвращаюсь домой лучше проекте в пользу сна ты с ними не загуливаешь да нет почему потому что я считаю что сложнее золотые слова помните об этом сон важней гуляйте развлекаться нужно исключительно в отпуске ну и наш самый знаменитый молодой хоккеист выступающий на уровне кхл нет не матвей мечков прохор полтапов уже регулярно выходит в матчах за цска он мог бы играть и побольше но вы же понимаете что это за команда у них самые серьезные цели а что главное посоветуешь от молодежи в твоем возрасте как ходить в кхл быть поуверенней играть свою игру в которую вы играете в том же мхл в принципе ну мечкову это стоило 2 месяцев потери нужно же тоже усовершенствоваться в своей ну он хорошо же играет ты что-то здесь не делаешь то что делал то потому что уверенности не хватает поэтому не делаешь если была вот такая уверенность огромная или там какой-то лимит доверия намного больше как вот допустим у ринат равильевича в мхл что если я вот допустим потеряю где-то в какой-то зоне он не скажет то что все а здесь может так произойти плюс другая лига другие люди другие во-первых деньги люди играют за победы те же зарплаты бонусы поэтому это все сказывается что нельзя подводить я знаю что хасанов то с тобой очень учился и постоянно тебя ругал не придирался правильно но все время на недостатки указывать не хватает может быть этого не хватает такой атмосферы как там была такая тут конечно же в кхл такая же более-менее но все равно не хватает такого как я говорил у нас с ринатаром чем более такие тесные отношения совместные семейные скорее да если можно кстати прохор так и не раскрыл главную тайну молодежь на хоккейной лиге сериалы смотрите может быть да нет что же вы делаете то такое потом потом закончится сезон мы можем передать даже снять об этом интересно но ее по можно показывать обязательно готовить и может быть но где вы в омске можете готовить я люблю готовить но и сейчас вообще не готовы вообще сказал что у него есть вид досуга где он расслабляется не сказал что я так понял что это собака да его нет а ты знаешь что я знаю ну а та часть скорее да я знаю точно я тоже не буду говорить пока он сам не скажет да что ж такое то что-то мне перестали доверять тайны расслабьтесь я же никому не скажу просто в программе покажу прощаюсь с вами и желаю чтобы ваши прозвища во время карьеры могли произносить слух до свидания это человек из вхл только задвигался товарищ сразу на обложку журнала а вот то что он 2 халбы к нему на вы наверно будет я прошу нет его раньше мамик назывался с давидом он назвал маник из-за маму да а сейчас мы давить а кого вы еще так по фамилии сокращайте учебник у вас кто был куча амичков нич серьезно но я опасался так называть но как бы позвать иногда себе позволял вот так чтобы не слышал да да за глаза попросту это же сам мячков я поэтому да поэтому особо левского так называть то что такое отчет нет оригинальности никакой а если давайте кто-то оригинально прозвище которые не имеют отношения фамилии могу сказать скажите в тренерском штабе это хорошо вы скажите но пусть зрители гадают кто это могу это честно говоря даже не знаю в прошлом году там было сейчас не знаю вы скажите в прошлом году кто был прозвище фамилию не надо называть я не буду могу алексей давайте потом если выиграть кубок скажу даже кто скажу тогда вообще не скажет вот тогда не фаршин кубок то другой выиграет уже от него и но да наверняка мы поборемся капитан да